Всем привет! У нас сегодня третий комплекс для третьего триместра беременности и Варина сегодня 33. Было несколько вопросов на канале о том, как мне удается держать форму, как получается не набрать лишнего, как я тренируюсь и, соответственно, как я какие-то особенности моей жизни во время беременности. Тиждень 33 будет в понеделок, но на самом деле кто его там до конца знает? 32, 33. Это мой трейлер Ксения Литвинова. Попала я к Ксении в 2015 году, наверное. Да, наверное. Года три назад, да? Ну, Мирослава была совсем маленькая, я ее приносила еще в люльки и Ксения меня соблазнила своим залом, тем, что я туда могу приходить с ребенком. Один факт, что еще буквально тижни-два тому куртка легко застегивалась, а сейчас уже я намагаюсь даже как-то втянуть, а воно уже ничего не втягивается. Ну, втягиваться, во-первых, девочки, втягивать живот нельзя, то есть не повторять уваленных ошибок, вот так растягнули. Во-вторых, мы сегодня на улице, погода хорошая, последние девочки теплые, на самом деле солнце село, и сейчас холодно, но мы с Валей сейчас будем давать вам жаркую программу, да, Валя будет сейчас страстная, сексуальная, энергичная. Хочу у тебя, как у эксперта, проконсультировать наших подписчиков о том, какие особенности, какие нюансы должны быть в питании, чтобы не набрать лишнего. Мы начинаем с разминочки, становись, давай, как обычно, вдох, выдох. Я напоминаю, что мы делаем упражнения не голодными, с хорошим настроением, плечи. Это первая людина, которая замысила меня выйти до себя в дверь и работать у себя вправо. Я их до этого не делала тут. Максимум вдома, как и вверх. Ну, слушай, на коврике тоже хорошо, но на улице лучше. Давай по цеповой отминности. Голова вправо-влево. На третьем отриместре и на другом. На самом деле, второй триместр был самый благодатный для всех упражнений. Там было очень мало упражнений, которые запрещены. А вот в третьем триместре, Валечка, не все такие бодрые и активные. Хорошо, давай попу. Право-влево таз. И здесь нужно быть очень аккуратными. Поэтому мы с тобой будем давать абсолютно безопасные упражнения, абсолютно доступные каждой. И так, чтобы их можно было делать каждый день. Теперь подтягиваем. Помнишь, мы с тобой делали такое упражнение? Чисто женское, чисто для беременных. Да, на выдохе мы подтягиваем с тобой лобковую кость вверх. Зажимаем ягодицы. Да, и выдыхаем. Молодец. Теперь давай добавим круговые. Точку в одну, точку в другую, точку в одну и зажим. Поехали. Раз, два, три, четыре. Хорошо, теперь давай боковые потянем. Вправо и влево. Все упражнения для растяжки на третьем триместре, в большом таком, да, своем, навантажении украинскому, в большом таком, скажем, интенсивности, да, большой запрещены. Девочки, запрещены. То есть мы делаем легкие растягивающие упражнения. С моей любовью до растяжки хочу сказать, что мне абсолютно некомфортно стало тягнутися самым на третьем триместре. И я прекратила будь-якие позиции. И еще два разика. Да, то там, чьи взагали будь-якие навантажения, выиграть растяжки. Молодец. На все частины тела. Некомфортно. Некомфортно, потому что становись коштами сбоку, чтобы ты могла показать девочкам, как делать правильно. Это за кошечка вдох и выдох. Давай, вдох, выдох. Живот мешает, это правда. Но если делать и ощущение свои концентрировать на поясничном отделе, тогда ты будешь делать это комфортно. Попытайся сейчас чувствовать поясницу. Давай. Вдох и выдох. Еще четыре раза. И когда усталость наступает среди дня, девочки, вот это упражнение, стоя или стоя на коленках, Вадю тоже будет давать, ваша палочка-выручалочка. Не забудьте за него. Он не знает, что-то трапало сюда в маркет. Еще один раз. Ну, в маркете это ты уже. Умана тратитром астром, а не просто. Еще один. Молодец. На самом деле, питание беременной и небеременной, Валечка, особо не отличается. Девочки, вы должны питаться, как и питались до беременности. Единственный нюанс, если вы не хотите набирать стремительно быстро, вы не должны наедаться на ночь, особенно тяжелой такой пищи углеводной, да. То есть сладости, это не ваш конек вечером, мы их оставляем до 12 часов. Вот Валя там до двух себе разрешила. Ну, до 12 часов отличное время, когда можно, то есть до этого времени поесть что-то сладкое и вкусное. Сразу там вопрос, а что потом, одну капусту жевать? Что потом делать? Нет, а потом мы едим самую обычную еду. Мы едим рыбу, мы едим мясо, мы едим каши с вами, мы едим с вами овощи, тушеные, вареные. Почему не сырые? Сразу скажу, потому что сырые овощи вызывают такое, знаешь, неприятное ощущение, вздутие живота. И большинство беременных это есть. По опыту вам скажу, что я, когда составляла меню беременным, очень многим девчонкам убрала сырые овощи вообще с обихода. То есть я ставила им на пару, гриль, отварные, тушеные, собственно, даже капусту, которую ты предлагаешь мне, да, если ты беременна, я тоже убрала, привела ее в тушеное состояние. Почему? Да, и грибы тоже не увлекайтесь. Все остальное вы оставляете как обычное. Кисломолочное, молочное, это ваша тоже обязательная программа. Яйца. Каждый день ты можешь есть по одному яйцу, до двух даже, в день, в любом состоянии. Это омлет, это отварное яйцо, это пашот, это перепелиное, да, это яйца, которые, вот, я говорю, я их люблю, называю сырыми, но они не сырые, как-то идет, смятку, да. Вы это можете позволить себе съесть одно в день, спокойно. Думаю, что будет вопрос по морепродуктам. Вот морепродукты, будьте очень аккуратны, и я бы рекомендовала их вообще убрать. Обычно рекомендуется беременным есть мясо, девочки, поэтому, если вы до беременности ели мясо, вам оно необходимо в этом состоянии, потому что это белок, это строительный материал, не только для ваших мышц, но и для всего остального, что у вас в животе, для малыша. Поэтому это используйте в свою пользу. Для чего мы делаем упражнения на вот эти вот наши части тела, да, ступня, голеностоп, вот как ты думаешь? Давай, делай. Потому что у меня на разе, напевно, плюс 12, моим стопам как минимум важко. Меняй ногу. И, напевно, для того, чтобы их просто размять. И размять, и убрать вот это вот, знаешь, за день наложившуюся такую отечность на ногах, тяжесть на ногах. Знаешь, как тяжело ноги говорят? Вот это он и поэтому. Если вы будете делать, это девчонкам говорю, эти упражнения постоянно, даже в течение дня несколько раз, то ноги будут намного легче вам казаться, и кровоток будет хороший в голеностопе и в ступне. И вообще, ты же помнишь, что там все у нас нервы, да, все на стопе находятся, коленки, ставь руки, пошли во внешнюю часть. Понятно, что в этот период наши суставы вообще нагружаются колоссально. И то это у тебя 12 килограмм, у некоторых есть 18 в этот период, у некоторых 20. Да, и это как будто такой тяжелый-тяжелый мешок, который вы носите какой-то период времени. И, кстати, наши суставы, наш позвоночник, как это все выдерживает. Давай во внешнюю сторону мы сделаем, первое во внутреннюю. Мы сделаем с тобой 12 раз. У всех, наверное, девочек, которые с нами выполняют комплексы, я думаю, что их много выполняют, и они мне пишут, уже есть такие ленточки резиновые и резиночки. Если у вас нет этой ленточки, у вас есть полотенце. Обычно хлопковое полотенце. И на выдохе растягиваешь ленточку в сторону. Выдох. А рушных же... Если усилие прикладывать максимально и добавлять на... Просто, знаешь, как статическое такое напряжение, то полотенце самое оно. Руками стряхни. Хорошо, я тебе покажу еще одно упражнение. Возьми руками резинку. Натяжение возьми, тебе удобное. На вдохе выпрямилось. На выдохе опустилось. И вот такие вот наклоны. Так, чтобы ты чувствовала растяжение задней поверхности. Звычайно, мужики, мы это делаем с штангой. Ну, или с гантельками. Да, да, да. Резинка чем хороша? Или полотенце? Что позволяет корректировать напряжение и длину растягивания. Поехали. Какая заживавка. Конечно. Каждому свое. Но это может тебе быть легко. Ну, только в стадии мы по ветчутям выключим. Конечно. И еще одно. Помнишь, я тебя просила? Когда ты наклоняешь, ты всегда должна отводить таз назад. Вот как будто у тебя сзади есть такая мягкая стена, которую ты должна постоянно от себя, да, уводить. Ну, вот я сейчас стою. Видишь, у тебя? Ну, на это место можно поставить, допустим, мужа, или там, я не знаю, кого поставить. И это будет тоже удобно выполнять для техники. Малей мягкой стеной. Да. Давай еще четыре раза. Если я брошу тебя, видишь? Видишь что? Вот, то есть ты уже на меня, да, всю ответственность переложила. Два, еще один. Отдыхай, молодец. Да, двадцатка достаточно. Два нюанса. Вот тут потребно полностью выривнивать? Да, когда ты встаешь, ты должна полностью выпрямить спину. Хорошо. И тот нюанс, который я не зря у тебя встала за спиной сейчас, есть упражнение, когда делают просто вот так приседают. Посмотри. Ты сейчас не приседаешь. Ты согнула коленки. Да. И делаешь что? Отведение. И тягу. И тягу. Абсолютно правильно, растягиваешь. То есть это два разных упражнения, хотя приседание тоже существует. Помнишь, да? Вот ты говоришь, питание, два яйца. Я сразу считаю калькулятором, сколько это получается в порции. Одно яйцо – это 60 грамм. В принципе, два яйца – это уже 120. 120. Если взять порцию, она какая должна быть? 250-300 грамм. 250-300 – это все вместе? Это все вместе. С чаем? Нет. Чай – это жидкость. И если вы пьете с сахаром чай, то это уже еда. Ну, обычно не беременные, не беременные не пьют с сахаром, если те хрустят за собой. Ну, это такое мое четкое убеждение. Если вы будете брать порции и хотите наедаться, вы можете есть 300 грамм в день, три раза в день, да? Ну, то есть за один прием 300 грамм. Три раза в день прием. Но тем девочкам, которые очень активны, и которые на самом деле тратят много калорий, работающие, беременные, допускаются два перекуса. Перекусы ты сама знаешь какие. Это орехи могут быть у вас, это могут быть фрукты какие-то, и полезные сладости. Смотри, на самом деле на каждом триместре добавляется по калорийности плюс 250 калорий, к основной калорийности. На день? На порцию? Да, на день, конечно. Поэтому сильно добавлять еду и говорить, что я беременна, и тут поэтому я ем за двоих, это как-то неправильно, потому что вес будет расти. Если по объемам, то это? Это ладошка. Твоя ладошка с горкой. Это будет что? Это один прием пищи. Да, если ты будешь взвешивать. Не так? Нет, не так. Это вот так. Если девочки закупят весы и будут порции сыр взвешивать, это на первом этапе, потому что всегда кажется, что мы знаем, сколько мы едим. На самом деле наш глазомер абсолютно неправильный. И если вам кажется, что вы съели 30 грамм сыра, то там оказывается не 30, а 150 грамм сыра твердого зачастую, если вы будете взвешивать. Поэтому пытайтесь на начальной этапе купить себе весы, а потом подарить следующие беременные подружки, они вам не нужны будут, но вы зато будете знать, сколько вы поедаете четко. Теперь бери эту резинку снова. Девочки, для кого-то будет два сложно, поэтому вы можете взять в одну, вот так, одинарную. За голову сейчас будем делать, Валя, на выдохе, то есть спину. Поехали, выдох. Эти упражнения хороши для осанки, это первое. Для ваших мышц рук, для тонуса, это второе. Ну и третье для самой спины, там делал зону лопаток. Ты, думаю, чувствуешь, да, это? Четыре, там, где крылья у женщины вырастают по ночам, когда она спит. Еще один нюанс для третьего триместра. Вы повторяете от шести до двенадцати, максимум до пятнадцати раз каждого упражнения. Валя кое-где делает двадцатку, но потому что она постоянно тренируется, ей это достаточно легко. Да, если вы понимаете, что вы не тренировались, или вы идете дома и не уверены в своем состоянии, ваше число средненькое. Восемь повторений. Ну а еще, незважающе на то, что я, в принципе, завжди тримаю осанку, я начала сильно сутовываться в час вагитности, потому что изменяются пропорции тела, изменяется вага тела, изменяются все-все объемы, и они тебя тягнут, что тебе хочется постійно стоять и так. Ну, тут не только женщины так ходят, мужчины тоже некоторые так выглядят. И сюда, и вот так стоять, потому что так легче. И тут приходит тренер и говорит, а, расправа в крыло. Так, расправа в крыло. Теперь давай сделаем, смотри, еще сделаем с тобой одно классное упражнение. Становишься двумя ногами, выводишь плечи назад, вот смотри, руки, и вытягиваешь резинку. А тостей протянуешься. Абсолютно правильно. Согни коленки. Да. Все, поехали на выдохе. Здесь много ты не сделаешь, здесь ты много не сделаешь, молодец. Поэтому мы делаем всего лишь 10 с тобой, Валя. 4, 5, 6, 7, 8, ну так ты и смотришь на самом деле. 9, 10. Хорошо, теперь возьми вперед, ничего не меняй, вот вообще ничего не меняй. Полусомутые коленки. И пошли на выдохе. Выдох, поехали. Раз, молодец. Давай. А сейчас работает что? Руки. Плечи. Да, 4, но это руки. Тут я должна сказать, что девочки, возьмите воду и попейте ее. Но так как Валя воду оставила в доме, на улице прохладненько, мы идем без водички дальше. Зайдите в любую аптеку, купите эластичный бинт, он продается абсолютно везде. И есть еще резинка, продается в аптеке. Завязывайте это на узелок, эту резинку, что вы купите, сантиметров 50-60 будет у вас диаметр. Одеваете на ноги или на руки. То есть все очень просто. Эту резинку Валя одевает на ноги. Ну, иметь вот такие, конечно, удобнее. Такие зручки, что никакой эластичный бинт в любом случае не поревняется с такой резинкой. Стоят они копейки на самом деле. Купить их можно в интернете. И, в общем-то, будет счастье, потому что их в обычном наборе несколько стронг, это медиум, то есть сильная, средняя и слабая нагрузка. У нас сейчас с Валей слабая нагрузка. Ну, понятно почему. Третий триместр. Но выполняем мы с вами все те же шаги, которые делали и до беременности, и на первом, и на втором, и на третьем триместре. И опять же, 100 шагов. Я говорю, 100 шагов сделала, ты уже сделала практически 15% своей тренировки. Поэтому имейте в виду. Основные нюансы. Это три приема пищи обязательных. И два перекуса, если вы двигаетесь много. Если вы активно. Если они активны, то перекусы можно убрать. Все углеводы мы сдвигаем в первую половину дня. Да, желательно до трех. Все углеводы. Поесть и потом оставить себя на белках с овощами. Овощи тоже, кстати, углеводы содержат. Ну, если это, например, свекла, и что это? Вот свекла, картошка тоже в первую половину дня. Да, это все лучше в первую половину дня, потому что все это все равно вызывает отложение каких-то запасов, подъема... Это крахмалистые, да. Высокий гликемический индекс. Это крахмалистые продукты. Поэтому их есть нужно и можно, но в первой половине. Тыква – замечательный продукт. Свекла – еще замечательный продукт. Картофель допускается два раза в неделю, но он должен быть не жареный во фритюре, а отварной или печеный. И это должна быть одна штучка вкусная. Одна. Одна. После того, как вы сделали резинку, очень здорово, если вы возьмете эту резинку в руки, ну я Валя просто сейчас ее передам, ну что у нас две, а вообще вы снимете с ног и возьмете в руки. И сделаете вот такие упражнения, как стрельба с лука. То есть мы интервалки делаем. Сделали на ноги, сделали на руки. Сделали на ноги, сделали на руки. Поехали. На выдохе. Стрела, да. Выдох. Ага, молодец. Выдох. Здорово. Мы делаем опять же 12 раз. Вагитным не потребна работать доставлен, когда я започусь. Ни в коем случае. Два. Еще один. Один. Более того, есть еще один нюанс, который я обычно всем говорю своим девочкам. Ни в коем случае не доводим себя до крепатуры. Возникновение крепатуры на следующий день это плохой показатель. Они хорошие в положении беременности. Это вам надо работать над тем, чтобы нагрузка для вас была меньше. Поэтому если вы тренируетесь постоянно и вам все кажется, что мало, вот Валя казалась, мало, что ты говорит, я тут тренувалась, давай еще, давай еще. Так вот давай еще в положении беременности это не ваш девиз. Еще будет потом. Вот шаги вы можете делать и два, и три подхода. Если у вас есть настроение, да классная музыка, вы включаете. И в ритм можно, да, кстати, можно руками. Так будет веселее, и на самом деле вы будете в тонусе, все время в тонусе. Ну и опять у нас руки. Мы взяли резинку и делаем теперь такие же упражнения, как в сторону, только вниз. Поехали. Протоложных напрям. Вот раз, раз, да, меняй. Здесь спина тоже работает, кстати, семь. У нас остались упражнения на коврике, потому что если у вас есть место на улице и коврик, то, собственно, вам больше ничего не нужно, это очень удобно. Что еще по нюансам? По спорту. Если девочка спортивная, она может продолжать бегать, прыгать? Ну, если ей хочется. Ну, смотри так, давай на первом триместре посмотрим. Если первый триместр, это 12 недель. Обычно доктора запрещают любую физическую нагрузку. Это доктора. То есть, соответственно, не хотят на себя брать. Я говорю по-другому. Вы можете продолжать тренировки, но они должны быть настолько в лайт-режиме и настолько отличаться от ваших интенсивных до беременности, чтобы вы не доводились до усталости. До крепатуры, до каких-то болей в животе. То есть, чтобы вас случайно не положили на сохранение и потом вообще запретили все. Что мы можем с тобой оставить в этом периоде? Это плавание, это пилатес, абсолютно можно. Это стрейч, это дыхательные все, да, гимнастики, кроме йоги с асанами, да, стойки на лопатках и так далее. И это ходьба. Ходьба, девочки, это самое лучшее средство для похудения в любом триместре и после восстановления тоже, когда уже родите. Ну и, конечно, это все очень-очень-очень индивидуально. Если вы чувствуете, что у вас болят ноги, ну, нагружать их ходьбой не стоит, да. Если у вас, например, проблемы с варикозом, которые были у меня, практически все упражнения у нас были с тобой на четвереньках, на полу, так, чтобы ноги были вверху и не забывайте сказать, что компрессионных, правильных лосинок, да, вот как у Вали, у Вали, кстати, сейчас правильные лосины, вы можете покупать не такие, вы можете покупать себе чулки, гольф, несмотря какая степень варикоза, но на тренировке и на ходьбу одевайте, пожалуйста, правильное компрессионное белье. Так, мы с тобой сейчас сделаем нашу кошку, которую мы делали в начале. Помнишь, я говорила? Давай, 10 раз, поехали. Вдох. Нет, давай пока вот самую простенькую. Вдох и выдох. Ага. Все, и работаем, дышим. Очень важно дышать. Вот Валя сейчас правильно делает, она продыхивает, то есть, да, звук он громкий, но она полноценно делает вдыханием, вдыхает носом, выдыхает ртом. Правую руку вытянула, левую ногу вытянула. Правая, да, левая. И поставила на место. Мы так работаем? Нет, уже баланс не тот. Вот, покажи сейчас как. Вот Валя сейчас пытается сделать на балансе, видите? Ну, все. По большому счету, она это, понятно, что сделает. Но в условии, когда вы тренируетесь самостоятельно дома, у вас баланс уже нарушен с таким животом. У кого-то он побольше, чем у Вали. Поэтому я рекомендую все-таки подставлять локоть и колено на коврик. Если вы уверены в том, что у вас с балансом все хорошо, вы все время в тренировочном процессе, тогда можете делать вот не касаясь коврика. По 8, по 10 повторений. Сейчас Валя по 8 сделает. Теперь выталкиваем ногу назад и вверх. Давай. Зигнуто? Да, согнутый. Носочек на себя. Тут упражнение ничем не отличается, как мы делаем в небеременном состоянии. Мы толкаем пятку наверх, напрягаем ягодичную мышцу. Вот она у нас работает. Контролируем дыхание. Но количество повторений 15. Если вам нужны паузы, обязательно их делайте. Вы можете не делать так с нами быстро, как мы сейчас делаем. Поехали. Раз, выталкиваем. И давай еще одно упражнение. Ты одной рукой держишься, а вторую руку к уху и разворачиваешь локоть и плечо наружу. Насколько ты можешь развивать. Ноги стоят в удобной позиции. Не схожешься на танцы. Поехали. Раз. И давай медленнее, Валя. Медленнее. Выдох. Вот тут выдох. Два. Вот так. Вот так. Да. А можно с рукой? Три. Можно. Можешь и красивее это делать. Да. А то я посекаю. И постой мне. Постой. Стоп. Десять. Вот я сейчас немножко подтяну, Валю. А если вы чувствуете, что вам это не нужно, делать это не нужно. Опять же, сделала вдох и на выдохе раскрылась. Поехали. Вдох. Выдох. Да. На одну руку и на одну сторону может быть удобно, а на другую может быть абсолютно неудобно. И это нормально. То есть не... Вот. Может, вот здесь горбочек? Давай, давай, давай. Какой горбочек? Нет, горбочек. Ну, давай, попробуем. Мы стоим просто с тобой на выступе. Немножко вверх, поэтому тебе неудобно разворачиваться. Вот. А, ты был совсем изручно там, а так уже краще. Да. А теперь мне сделать положение на колен собаку мордой вниз. Вниз. Да. Но только эта собака мордой вниз, это военно, что йоговская асана. Мы сейчас не делаем полноценно, как она должна быть, а выходим с колен. Помнишь, я тебе показывала? И тянемся вверх. Я раз пробую. Вот так? Да. Не пугай людей. Это упражнение хорошо расслабляет мышцы спины и поясницы. Поэтому вот как кошку мы, которую делали, и вот это упражнение, оно тоже должно быть вашим любимым. Если у вас не дотягиваются пятки, вот у Вали они стоят сейчас. Если у вас не стоят, а стоят только на носочках и согнутые колени, это не ошибка. Это ваше просто состояние гибкости. Делайте, как вам удобно. Не дорастягивайте. Теперь медленно подставляем коленки. Да. И тянемся. Позиция ребеночка. Помнишь? Попа назад. Руки вперед. И растягиваются. В любой позиции, которая вот такая, раскрывающая ноги, да, очень важно, чтобы живот как бы лег посередине. Вы можете делать еще вот эти упражнения. Вот сейчас Валя вот так сидит, а еще вот эти. Вот я очень люблю, когда беременные выполняют вот такие упражнения, да, лягушки. Это даже вот посередине, раскрывается локтями, и вам очень удобно. Я тоже, кстати, делаю упражнение, которое вам можно делать. Ну, Валя делает чуть попроще, конечно, и делает вид, что она не видит, что я делаю. Не хочет повторять. Ну, образно. Не вижу, но так тут почиваешь. Да, ну вот так то, что ты отдыхаешь, просто немножечко другие мышцы. Вот попробуй. Ты можешь поддирать. Естественно, потому что здесь нагружается абсолютно все, естественно. Но очень, но, кстати, но вот это упражнение, Валя, это естественное упражнение в родах, и вот так рожает. Поэтому. Но не в Украине. Нет, в Украине тоже. Да? Да, уже это окражает, но я думаю, что оно не является так как предвестником, да, и подоставивающим упражнением к родам. Лучше делать просто для себя, как для растягивания, раскрывания тазобедренных суставов. Рекомендации есть, вы их слушаете, но потом все пропускаете через себя. И только так мы можем понять, насколько оно будет работать у нас или не работать. И постоянное, мне кажется, общение с тренером – это самый идеальный вариант в таких случаях. Да, если есть свой тренер, доверенное лицо, то он обязан быть на вашей стороне и в вашей зоне комфорта. Вы должны ему доверять все свое самочувствие, и тогда по самочувствию подбирается нагрузка. Потому что используют домашние комплексы. Я, конечно же, за это. Но вы должны, опять же, прислушиваться к своему телу, к своим ощущениям. Если у вас есть тренер, используйте этот вариант, используйте этот шанс и ходите к нему на занятия, или пусть он к вам ходит на занятия. Пользуйтесь знаниями тренера. И мы не сказали еще с тобой второй, третий, триметер. Второй, триметер. Вы можете сделать абсолютно все, кроме прыжков. Бег нежелательно. Ну, такие, как варианты кроссфит и прыжки на скакалке – это не ваш вариант. Но вы можете позволить себе абсолютно все. А вот третий триместр хотя бы два раза в неделю. Дыхательная гимнастика, медитативные штучки. Да, это легкая растяжка. И вот такие комнаты, как мы с Валей делаем, можно с резиночками, с эспандерами легкими. На фитболе, например, да, вы должны выполнять. То есть все, что касается легкой нагрузки – это ваше. И опять же, ходьба. Все, что будет доставлять вам дискомфорт, особенно в поясничном отделе, будет возникать постоянно тонус. Вам это делать нельзя. Запрещено. Плюс скажу, что мозги говорят, что ты можешь делать все. Что ты такая активная, сильная, классная. Но приходит какой-то момент в третьем триместре, когда тебе хочется остаться даже больше, чем когда-либо одной. Побыть наедине. Немножко больше поспать. Поленится прийти к тренеру и сказать, а давай мы просто с тобой чай попьем. Посидим, чаю попьем. Чай попьем, такое тоже бывает. И это нормально. Потому что это третий триместр, и он, наверное, рассчитан на то, чтобы организм немножко отдохнул. Не набрался сил. Перед родом, перед родом, перед рывком. В общем, такой, знаете, как рода, это одна из ваших тренировок. Просто она достаточно длинная и болезненная. А в принципе, она ничем не отличается. Поэтому просто на третьем триместре попытайтесь отдохнуть и подготовиться к этому рывку и к этой длинной, длинной тренировке. Я надеюсь, что вы возьмете для себя что-то очень полезное и на улице будете этот комплекс выполнять хотя бы два раза в неделю. Если у вас уже началась зима вдруг, то в вашей квартире или в вашем доме он тоже очень легко будет выполняться. Только не забудьте с собой воду. И дать поверхность, не поверхность, дать такой воздух всегда, открытую форточку, окно, я не знаю, что у вас там будет. Чтобы ваш воздух чистый всегда был с вами. И ваш малыш мог тоже дышать, не только вы. Ну и помните, что ваш основной ворох – это линь. Всем вагитным линь. Ты прокидаешься зранку и тебе линь вставать. Ты пішел умываться, тебе линь выдягаться, потому что тяжело вирушиться. Своей линь нужно бороться, потому что потом вы будете думать все життя, какая была молодец, какая была классная, что тогда не полинувалась, а змусила себя. И сейчас мне набагато легче. Тримайте свою линь под контролем и будьте красивыми, здоровыми и прекрасными. Всегда. Субтитры сделал DimaTorzok